Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВН в студии Галины Смирнова. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Иммуноглобулины, страховки и непанацея. Защиту от тяжелых последствий обеспечат только прививки от энцефалита. Навстречу Великой Победе в Магнитогорске продолжают чествовать ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Юбилейный забег. В Магнитогорске уже в 85-й раз прошла весенняя легкоатлетическая эстафета. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Уважаемые родители, привит ли ваш ребенок от клещевого энцефалита? Внесена ли информация об этой прививке в прививочный сертификат? К сожалению, ситуацию с вакцинацией детей от опасных для жизни инфекций контролируют далеко не в каждой семье. До начала летних каникул еще есть время, чтобы позаботиться об иммунитете ребенка и сделать прививку. Тему продолжит Юлия Никифорова. Вакцинация детей от клещевого энцефалита в Челябинской области, включая наш город, эндемичный по этому инфекционному заболеванию, на стартовом этапе финансируется муниципальным и областным бюджетами. Но программа вакцинации против клещевого энцефалита предусматривает, что вакцинацию, первую и вторую, В1, В2 так называемые, и первую ревакцинацию мы делаем детям бесплатно. А последующие ревакцинации, которые должны проводиться каждые три года, должны, как бы, вакцину должны закупать сами родители. По словам Нелли Долидзе, самостоятельно родители своих детей от клещевого энцефалита прививают неохотно. Сроки ревакцинации не контролируют. В прививочных сертификатах прививки не отмечают. Пускают ситуацию на самотек. Сводя на нет усилия медиков, и самое страшное, оставляя детские организмы без иммунитета. А если вот три года прошло с момента постановки этой прививки, все, иммунитет ослабевает, он вообще сходит на нет. К сожалению, вот в 2017 году в Челябинской области у нас было 4 случая летальных от клещевого энцефалита, в том числе один ребенок-подросток погиб. У него последняя ревакцинация была в 2011 году. То есть двери вакцинации он пропустил. Еще одна проблема – родительские отказы даже от начального этапа вакцинации детей против клещевого энцефалита. По словам фельдшера детского сада «Сказка» Александры Сорокиной, мамы надеются на иммуноглобулин, страховки и от прививок отказываются. У нас 416 детей в садике, но привито процентов 50. Я считаю, что это очень мало. Многие родители отказываются, не делают. Медики напоминают, даже сейчас приступать к вакцинации от клещевого энцефалита еще не поздно. До летних каникул время есть. Первые две прививки делаются с интервалом в месяц. Родителям стоит обратиться к медику школы или детского сада. Юлия Никифорова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. На встречу Великой Победе мероприятие с таким названием прошло в детской библиотеке номер 2, что на улице Октябрьской. В гости в библиотеку пришли ветераны Великой Отечественной войны. Они рассказали юным читателям, каково им пришлось на фронте. В конце встречи ветеранов ожидало чаепития с пирогами. Материальную помощь этому очагу культуры вот уже два года оказывает депутат городского собрания Вадим Иванов. Важность таких встреч переоценить невозможно. Не просто живые свидетели, но непосредственные участники Великой Отечественной войны, они всегда желанные гости на любом мероприятии. Рассказы ветеранов это не просто расширение кругозора детей. Это еще и воспитание уважения к фронтовикам, к истории своей страны. В нашей магнитке всего осталось 153 человека участников Великой Отечественной войны. Возможно, и среди вас ваши бабушки, прабабушки, прадедушки тоже еще живы. Те, которые действительно перенесли все тяготы военной поры. Участники мероприятий уже достаточно взрослые, чтобы понимать, кому и для чего все это нужно. Чтобы дети были патриотами, чтобы они знали, что ветераны есть, которые воевали, чтобы они знали, какая была война. Я думаю, чтобы они не повторяли своих ошибок, и не было больше такой войны. Страшной и ужасной. Когда я готовила презентации про прадедушек, мне очень было страшно читать про эту войну. В библиотеке регулярно проводятся мероприятия, посвященные важнейшим государственным праздникам, в том числе и Дню Победы. Конечно, позвать гостей – дело хлопотное. Нужно приготовить угощение, позаботиться о порядке. Но работники библиотеки об этом не беспокоятся, помогают покровители. Хочется сказать огромные слова благодарности нашим депутатам. Это депутат Законодательного собрания Челябинской области Сергей Викторович Шипилов и депутат Городского собрания депутатов наш Вадим Владиславович Иванов. Они нам уже много лет помогают. Чувствуется их плечо, опора. Но главная помощь депутата Вадима Иванова заключается в ремонте библиотеки. Вся новая мебель, что здесь есть, приобретена на депутатские средства. На 2018 год Вадим Владиславович выделил нам 50 тысяч на приобретение мебели. Опять-таки для удобства читателей. То есть вот все, что вы видите сейчас, кафедры, новые столы, линолеум у нас. То есть это все на деньги депутата. Оказал поддержку и в подписке. Мы выписали «Магнитогорский металл», детские журналы «Ёжик», «Тачки» для девочек, маленькие принцессы. Татьяна Зайцева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Благотворительный фонд «Металлург» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны. В Ленинском районе сейчас проживают 42 участника тех событий. Накануне Дня Победы наша съемочная группа встретилась с Раисой Павловной Чикотой. Она в числе первых магнитогорцев написала заявление об отправке на фронт. В свои 17 лет Раиса Павловна вошла в ряды первых добровольцев магнитки. Я, значит, в среду в военкомат пошла. А военкомат, смотрю, только меня не хватало. Полное помещение, это прием набитый народу, и все это девчонки одни. И с первого института, и с горного, и со школы, значит, все, я бы сказала, ну как самая такая настроена, боевой дух. И все пришли, и на подоконнике пишут заявление, прошу на фронт. На фронт не взяли, отправили на курсы медсестры. Потом был госпиталь на Ежовке. Там Раиса Павловна пробыла недолго. Расформировали. Позже молодую девушку перебросили в 256-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион. Осташка на берегу озера Селегер. Вот тут нас сильно батареи разбили, приборы разбили, там орудийщики пострадали, и командир погиб мой. В тот день Раису Павловну задела лишь осколок. Без серьезных ранений она добралась до Белоруссии, где и встретила День Победы. И уже в мирное время, получив образование, участница войны проработала 17 лет в тресте магнитострой старшим воспитателем молодежного общежития. Мы вас благодарим не только за работу воспитателя, а за то, что вы защищали родину до того, как были воспитателем. Защищали родину с 1942 по 1945 год. Настоящий фронтовик. Вот это все настоящее. К медалям Раисы Павловны добавилась еще одна, посвященная столетию Красной Армии. От коллег и благотворительного фонда «Металлург» ей вручили продуктовые наборы. Разрешите поздравить вас с праздником и пожелать всего-сего самого хорошего. Оставайтесь такой, какая вы есть. Умница. А это маленький продовольственный набор от магнитостроя. Вековая история жизни Раисы Павловны Чикоты продолжится и в новом столетии. Память о ней в сердцах трех ее детей, пяти внуках, десяти правнуках и маленького праправнука. Ксения Причаткина, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. Десант Магнитобурского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» поздравляет ветеранов с Днем Победы. Ребята действуют сообща с социальными службами, соцработниками, обслуживающими пожилых людей. Приходят в гости к ветеранам, дарят подарки. Зинаиду Захаровну Котельникову вместе с волонтерами навестила и наша съемочная группа. Продолжит Юлия Никифорова. Зинаида Захаровна Котельникова – труженица тыла. В июне 1941 года, в начале войны, ей было всего 13 лет. Семья Зинаиды Захаровны проживала в Оренбургской области, в селе, все трудились в колхозе. Отца, старших сестер, брата сразу забрали на фронт. Брат в первые же месяцы войны вернулся инвалидом, на костылях. На плечи девочки-подростка легли и забота о родных, и все тяготы военного времени. Непосильный труд в колхозе, голод, холод. На моей шее осталось полтора года мальчишки, братишку. Мать, у нее эпилепсия началась. И отцова, сестра еще, у той тоже. Они же надорвались ко мне, они все время работали, колхоз, колхоз. Ну, если в поле уезжаем, мы там и ночевали. Ждает только, когда дождь прибежит, скупаемся и опять туда. Месяц светит, мы работаем в поле. Как месяц только сядет, мы, если час посвим, у нас некогда было. Отходили, как пьяные. Зинаида Захаровна рассказала молодежи о том, как удавалось выживать в военные годы, не имея ни еды, ни одежды, ни обуви. О том, как ели траву, как выращивали коноплю и вручную ткали из нее полотно. О том, как дети работали наравне со взрослыми. Рассказала и о том, как живет сейчас. У Зинаиды Захаровны сложились замечательные отношения с ее социальным работником, Розой Гебадулиной. Это ее самый близкий человек. Вот он, я самая любимая. Она меня считает любимой, я у меня любимая. Спасибо вам, ребята, за поздравления, что вы не забываете наших ветеранов. Спасибо большое. Встреча закончилась праздничным чаепитием. Пожилые люди, увы, вниманием обделены. Гостям, особенно таким молодым и позитивным, как волонтеры Победы, очень рады. Юлия Никифорова, Владимир Роинский, телекомпания ТВИ. Еще одно праздничное мероприятие, посвященное Дню Великой Победы, состоялось накануне в городской библиотеке номер 2. Участие в нем приняли депутаты законодательного собрания Челябинской области Павел Шиляев и Анатолий Брагин. Почетными гостями встречи стали ветераны Великой Отечественной, дети погибших участников войны и труженики тыла, которые проживают в 28-м Орджоникидзевском избирательном округе. Подробнее о мероприятии расскажет Евгения Солхудинова. Всего участников Великой Отечественной, проживающих в 28-м избирательном округе Орджоникидзевского района, 22. Навстречу в городскую библиотеку номер 2 пришли менее половины из них. Многим тяжело выходить из дома, ветеранам войны уже давно за 90. Генрих Окзамович Шилов, несмотря на почтенный возраст, сохраняет оптимизм и бодрость духа. Он, гвардии сержант ВДВ в отставке, в 43-м ушел на фронт, когда ему еще не было 18-ти. Пешком прошел половину Европы, освобождал Вену и Прагу. На понтонах форсировал Дунай. Вспоминая о войне, старается не говорить о тяготах и боли. Хранит в памяти светлые моменты. Например, о своем первом прыжке с парашютом, после которого в эмоциях запел Катюшу. Или о том, как встретил День Победы. Вернулись на правый берег Дуная. И тогда Левитан объявил о победе. И вот я тогда выпил первые 50 грамм фронтовых. Праздничное мероприятие под названием «Эхо Победы» для жителей 28-го округа уже традиция ежегодно поздравить ветеранов с праздником и сказать им слова благодарности приходят депутаты законодательного собрания Челябинской области Павел Шиляев и Анатолий Брагин. Этот день не стал исключением. В адрес участников войны звучали самые теплые слова пожеланий. Мы отмечаем очередную годовщину Великой Победы. Отмечаем ее вместе с ветеранами. К сожалению, их осталось совсем мало. Но тем важнее и дороже вот такая вот личная встреча, личное общение. Это здорово, что у нас, по сути дела, у нас еще есть такая возможность посмотреть им в глаза, пожать им крепкие руки и высказать нашу благодарность за тот подвиг, который они совершили. Мы в этот день, конечно же, высказываем слова искренней благодарности и фронтовикам, которые воевали и защищали нашу страну, и труженикам тыла, которые совершили не меньший подвиг. И мы высказываем искреннюю благодарность всем, кто защитил нашу страну во время этой страшной войны. Сегодня за большим столом труженики тыла, фронтовые бойцы и узники концлагерей за плечами каждого из ветеранов – непростая судьба. Они пережили ужас военных лет, ковали победу, не жалея силы своего здоровья. На их глазах умирали близкие и родные люди. Песни военных лет и стихотворные строки спасали от отчаяния там, на линии фронта. Берут за душу они и сегодня, семь десятилетий спустя. Небольшой концерт, яркие номера в исполнении профессиональных музыкантов стали не единственным сюрпризом в этот день. Участникам войны преподнесли небольшие подарки. Не будут оставлены без внимания ветераны, не пришедшие сегодня на праздник. Их обязательно поздравят на дому. Евгения Солхудинова, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. О культуре. Воспитанница детской школы искусств номер один Мария Лучкина выиграла главные художественные состязания страны. Речь идет о всероссийском конкурсе «Юный художник России». Инициатором его проведения является лицей Российской академии художеств. Стремясь дать шанс одаренным детям пройти обучение в Москве, победители конкурса в лице его руководство зачисляют без вступительных экзаменов. Добиться этого чрезвычайно трудно. Вместе с Марией Лучкиной за звание лучшего боролось более трех тысяч юных художников из разных стран мира. Отправляясь на встречу с Машей Лучкиной, мы даже представить не могли, насколько уникальной окажется эта съемка. Выяснилось, что жизнь этой 15-летней девочки просто не вписывается ни в какие рамки. Ведь всерьез заниматься рисованием победительница главного конкурса страны начала всего три года назад. Я могу сказать, что Маша даже не была на первом курсе отличницей. Например, фигуру человека нарисовала буквально колобков. Тягу к рисованию на самом деле Маша чувствовала с раннего детства. Однако мама решила, что будет лучше, если ребенок займется музыкой. На бунт девочка решилась только в 12 лет. В музыкальной школе мне стало неинтересно уже. Ну, я знала, что всегда люблю рисовать, и решила прийти сюда. Да, конечно, это было сложно. Ну, я как-то не чувствовала себя угнетающей как-то. Я просто рисовала, рисовала, не думала об этом. Знаете, я думаю, что поздновато может быть для большого спорта. Если ребенок понимает, что это нужно ему, а не родителям, не учительницы, а ему, то он очень намного способен. Как Маша умудрялась везде успевать, сегодня не понимает даже ее педагог. Учась на «Отлично» в общеобразовательной школе, активно участвуя в олимпиадах по математике и географии, девочка к концу каждой недели стабильно приносила ей целую стопку рисунков. А за изобразительное искусство она постигала настолько увлеченно, что уже на второй год стала лауреатом Челябинского конкурса. Затем был успех в Санкт-Петербурге, после которого ради интереса педагог Маши и отправил ее работы на отборочный тур в Москву. Положительный ответ лице Академии художеств ошарашил всех. Машу попросили предоставить на следующий тур живописный натюрморт и рисунок гипсовой головы. Маша сказала, нет, это невозможно, куда я и Москва. И, конечно, нужно было здесь такую манипуляцию психологическую провести, сказать, Маш, ну вообще достойна ты в любом случае. В художественной школе нет головы в программе. То есть ты там впервые рисовала голову? Да, вот первое. Ну это было до поездки, да? Да. А ты почему вдруг взялась ее рисовать? Чтобы подготовиться? Да, именно. Отправившись в Москву ни о каких призах, Маша даже думать не смела. Ехала учиться. Девочка признается, что три конкурсных дня были просто волшебными. Она наслаждалась талантливой постановкой натюрморта, атмосферой творчества и созидания, сумев каким-то необъяснимым образом перенести все эти чувства в свои работы. В результате Машин рисунок головы занял второе место, натюрморт первое, а она сама была признана абсолютным победителем конкурса. Открыв для себя совершенно новую страницу в жизни. Татьяна Артеменко, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. В Магнитогорске уже в 85-й раз прошла городская весенняя легкоатлетическая эстафета. Традиционные старты уже много десятилетий проходят в первую неделю мая и посвящаются очередной годовщине Великой Победы. Юбилейные забеги собрали около 70 команд. На старт вышли более 1200 участников. Тему продолжит наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Впервые легкоатлетическая эстафета в Магнитогорске прошла в 1933 году. Она стала одной из мер по повышению производительности труда. СССР необходимо было в сжатые сроки обрести индустриальную и военную мощь, поэтому советских людей стимулировали к соревнованиям, призывали сохранять хорошую физическую форму. Времена изменились, а традиция осталась. В 85 раз совершали этот забег. Я думаю, что это замечательная традиция. Замечательный спортивный обученец. Я желаю вам победы и победы над собой в первую очередь. Ура! Участникам четырех забегов нужно было преодолеть дистанцию в 5200 метров, разделенную на 17 этапов. В нынешнем году, в отличие от предыдущих, весь маршрут пролегал по проспекту Ленина. Старт давался напротив здания городской администрации, команды добегали до площади перед МГТУ, затем разворачивались, следовали до пересечения с улицы Грязнова, где снова развернувшись, возвращались к исходной точке. В первых двух забегах, по традиции последних лет, за награды боролись школьники. Дебютный промежуточный результат составил 15 минут 43 секунды. По словам опытных легкоатлетов, за такое время дистанцию в 5200 способен в одиночку пробежать кандидат в мастера спорта. Разумеется, все ждали куда более быстрых секунд от забега сильнейших. Со старта вперед вырвалась команда школы номер 12, затем лидер несколько раз менялся, но постепенно становилось ясно, что один из фаворитов последних лет сборная 64-й школы снова будет на коне. Мы уделяем внимание как подготовке физически, так и тактически. Учителя физкультуры еще раз проводятся обосновательные беседы. Перед соревнованиями провели очень хорошую беседу по Маглину. Сбалансированный состав, системная подготовка, грамотное распределение бегунов по этапам – и вот он закономерный итог. Сборная 64-й побеждает второй год подряд и улучшает время первого забега более чем на минуту. В следующих двух забегах приняли участие еще около 40 сборных, которые представляли среднеспециальные и высшие учебные заведения Магнитогорска, предприятия и организации города. Абсолютным победителем юбилейной эстафеты стала команда номер один Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона. Их результат – 12 минут 51,8 секунды. А увенчала праздник открытия летнего сезона «Велосипедная гонка» в память Магнитогорского велогонщика Алексея Дедкова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Павел Зайцев, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. К другим темам. Садовый центр «Виктория» вновь удивляет горожан новинками. На этот раз вниманию садоводов представляется посадочный материал малины «Бриллиантовая». Этот ремонтантный сорт плодоношением отличается от обычных растений. «Бриллиантовая» плодоносит на однолетних и двухлетних побегах. Ягоды малины можно собирать, начиная с конца июля и до первых морозов. В садовом центре «Виктория» садоводы-любители могут приобрести различный посадочный материал плодовых, ягодных, декоративных культур. Предлагаю вам обратить внимание на вот этот супер качественный посадочный материал ремонтантной малины «Бриллиантовая». Ах, какой же это прекрасный сорт! Вот действительно, многие сорта ремонтантной малины имеют такие тусклые ягоды у «Бриллиантовой». Ягоды очень яркие, вот с таким настоящим «Бриллиантовым» блеском, очень высоких вкусовых качеств. Сорт крупноплодный, сорт высокоурожайный. Ну и я знаю, что у этого сорта есть еще одно достоинство, которое очень часто требуют садоводы-любители. Действительно, это бесшипный сорт ремонтантной малины. То есть на нем, как мы видим, абсолютно нет ни единого шипа. Можно и детей, значит, в эту малину отправить, чтобы они полакомились ягодой и не бояться, что они оцарапаются. Но здесь я расскажу. У бесшипной малины есть еще одно очень интересное преимущество. Ну, помимо того, что с ней удобно работать, бесшипная малина в меньшей степени, чем другие малины, повреждается грибковыми и вирусными заболеваниями. Почему? Потому что листик, когда по побегу начинает шоркать с шипами, там появляются такие микротравмы. И вот именно через эти микротравмы грибы, вирусы устремляются внутрь растения. Поэтому это не только удобно, но это и очень здорово с точки зрения устойчивости растения к болезням и вредителям. Ну, и я смотрю, конечно, качество посадочного материала. Качество посадочного материала на высоте. И можно сказать, что уже посадив этот посадочный материал, садоводы в этом году, в год посадки, получат урожай, который они могут по достроенству оценить. И я очень надеюсь, что получат удовольствие от выращивания и от употребления именно сорта бриллиантовая в нашем непростом уральском климате. Ну, действительно, качественный посадочный материал, великолепный сорт – это все, что нужно для успеха. И в завершении выпуска важная информация. С 9 часов 10 мая до 0 часов 24 мая будет прекращено движение электротранспорта по проспекту Пушкина на участке от улицы Чкалова до улицы Маяковского в обе стороны. По улице Чкалова на участке от проспекта Пушкина до улицы Полевой в обе стороны. А также по улице Маяковского на участке от проспекта Пушкина до улицы Кирова в обе стороны. Планируйте свой маршрут заранее. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tvdfc.ru. А впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 8 мая. Всего вам доброго и до встречи. СПОНСОР ПРОГРАММЫ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАГНЕТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ По данным Бюро погоды, 8 мая в городе ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2,5 метров в секунду. Отдельные порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 5 градусов. Днем 12-18 градусов тепла.